Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси Господи. Благослови, Душа моя, Господи. Благослови, Душа моя, Господи. Благослови, Душа моя, Господи. Аминь. Благослови, Душа моя, Господи. Аминь. Благослови, Душа моя, Господи. Благослови, Душа моя, Господи. Аминь. Вот такие евангельские строки мы с вами слышим. Господь продолжает общаться с учениками своими. И открывает вновь им вот эту истину. Истина, которая касается человека. Человек после грехопадения отпал от Бога. И внимание ума нашего. Опять же, из-за грехопадения с того момента, с той поры рассеяно вовне. Ум постоянно находится в поиске. В поиске блага. Человек так устроен Богом, что стремится к благу. Отцы говорят, что Бог устроил человека для себя. Желая вселиться в него. Желая пребывать в сердце его. Благодатью Духа Святого. И в человеке заложено буквально стремление к Богу. Стремление вот к этому живому Богообщению. Что грехопадение дало? Произошла подмена. И внимание человека, да, не без помощи дьявола, но и не без участия самого человека в лице первых людей, Адама и Евы, было перенаправлено. И с тех пор человек пытается самого себя сделать Богом. Но ведь Бог — это ведь не просто какой-то термин, да, это не просто понятие. Бог имеет свойства, которые человек в какой-то степени отлично знает и понимает, потому что именно этого он и ищет. Бог Всеблагой, и человек ищет постоянного блага, постоянной радости, постоянного наслаждения. Бог Всеведущий, и человек ищет знания. Бог Всемогущий, и человек точно так же постоянно нуждается вот в проявлении вот этого могущества. Но беда вся в том, что именно в применении самого себя человек пытается реализовать. Себе не найдя, в окружающей мире ищет и не находит. И вся эта беда и проблема длится до того момента, пока человек снова не вернется с самого себя, снова не научится жизнь свою выстраивать так, что самое главное — внимание его, внимание ума его было направлено на Бога, встреча с которым может произойти в сердце человека, там, где пребывает человеческий дух. И вот Господь, придя на землю, вот так вот через вот эти беседы, через свой пример, постоянно людей направляет именно к этому. Говоря, что не во внешней жизни внимание должно наше быть, большинством своим, а во внутренней. Потому что изнутри сердца нашего происходит как добро, так и зло. Именно там может появиться Царство Божие. Помните, Господь сказал, Царство Божие внутри вас есть. Постоянно призывал Господь людей очищать внутреннее своё, а не внешнее. Потому что внешнее не может стоять на первом месте. Да, бесполезно устраивать свою какую-то внешнюю жизнь, забыв о внутреннем своем мире. Всё это лишь может привести к какому-то лицемерию, к попыткам казаться, а не быть. И вот сегодня Господь говорит об этом. «Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми». Вот, к сожалению, к чему может привести даже такое величайшее дело, как молитва. Что такое молитва? Для чего она нужна? Ведь этим вопросом, наверное, каждый верующий человек так или иначе задаётся. Молитва – это средство для богообщения. Причём не всегда молитва выражается в каких-то просьбах, в диалоге или так далее. Именно живое богообщение, во всей полноте Его. Нам, людям, повреждённым до какого-то момента, очень даже сложно представить, что это такое уж, о каком богообщении может речь идти. Но вот как святые отцы, аскеты, особенно те, кто говорят о исихазме, не говорят о том, что внутри как раз человеческого сердца должна и твориться молитва. Молитва сердечная, такое понятие мы можем находить в книгах «Творения святых отцов». Умная сердечная молитва, умное делание и так далее. Потому что там мы можем общаться с Богом, там мы можем слышать Его, там может происходить вот это соединение Духа нашего с Духом Божиим. Но когда вот этого внутреннего труда нет, когда нет труда по очищению, ума своего, по очищению сердца своего, молитва остается лишь внешней. Внешней, рассеянной, ну и, в общем-то, как правило, бесплодной. Если тем более все это дело еще приводится к тому, о чем здесь Господь говорит, тогда ну что ж, тогда и такое благое дело, как молитва, можно себе вовред употреблять. А как? А вот как здесь и говорится. Что если ты молишься, как лицемер, ради внешнего эффекта? Ну, что ж тут сказать? О никаком единении с Богом речи тогда не пойдет. Да, кстати, что мы с вами еще должны здесь для себя отметить, эти слова, да, что получают награду свою, да, вот люди говорится о какой-то награде. Неверно понимать, как будто бы вот, ну, скажем, у Бога вот есть какое-то количество подарков, даров там своих, что ты человек там потрудился, что-то сделал правильно, вот тебе награда какая-то. Не потрудился, вот тебе награды нет. Нельзя это воспринимать, как нечто такое вот внешнее, нет. Самая главная награда, это как раз такие вот, это уживление нас, это наша встреча с Богом внутри нас. Потому что где Бог, там и все дары Его. Не какие-то поддельности, а все. То есть человек, встречаясь с Богом, он получает все, абсолютно все. Уже неделя на какие-то частности и мелочи тем более. Так вот, тут Господь говорит, что если твоя молитва тобой используемому, пусть пользуется ради внешнего эффекта, тем более, чтобы для тебя там что-то посмотрели, тебя увидели, оценили, похвалили, ну, что, что, почему можно сказать, что горе тогда тебе человеку? То, что ты имя Божие здесь упоминаешь в суе напрасно. Ты не Бога ищешь, ни встречи с Ним, ни общения с Ним, ни единения с Ним. А ты ищешь опять же человеческой похвалы. Ты тщеславишься. Потому что, действительно, когда человек ищет похвалы, подразумевается, что он себя считает заслуживающим ее. Себя считает причиной того добра, так, как ему кажется, которое он делает. В чем здесь грех? Здесь есть грех воровства. Человек приписывает себе заслугу, которая Богу принадлежит. Бог тебе дал все, абсолютно все. Тем более, что касается молитвы, веры и так далее. От Него все. Если ты считаешь, что ты здесь причина этого добра, ну, что здесь можем сказать? Как можно назвать такого человека? Безумным. Вот дальше Господь учит, как молиться. Когда молишься, войди в комнату твою, затворив дверь твою, помолись отсутствием которой втайне. Это еще написание на славянском языке говорит, войди во внутреннюю клеть твою. Вот святые отцы объясняют это место еще так, говоря, что не просто, да, в какое-то особое помещение приди, чтобы тебя там никто не видел, а углубись в самого себя. Внимание свиноправь в сторону сердца. Не позвали уму покидать пределы тела твоего. Вот такие вот есть советы у отцов, учащих нас в молитве. И там отцу небесному молись, там общайся с Богом. Потому что именно там в духе твоем может произойти встреча с ним. Ни где-то, ни перед тобой, ни на улице, ни на облаках, а внутри тебя. Царство Божие внутри вас есть. И вот там вот и молись отцу. Молись, не говорите лишнего, как язычники, ибо не думайте, что многословенства будут услышаны. Ну, здесь как-то место толкуется, что действительно люди, не зная Бога, не зная вот этих законов правильной духовной жизни, конечно же, направлено их внимание вовне. И, в общем-то, действительно пытаются как-то своими словами, особенно Бога, тому говорить, что ли. Опять же, многие слова молитвы считают своей какой-то заслугой, что вот я там прочитаю 15 акафистов, например, сподряд. И вот вроде как бы этим самым заработают для себя какие-то, опять же, дары Божии. Безумие. Совершенно безумие. Не в этом дело вообще. Количество молитвы необходимо, несомненно. Но оно также должно быть качественным. Вот. Если, тем более, человеку успех молитвы стоит зависимый от своих трудов, то они от Бога, милующего нас, от своих трудов. Ну, что, что? Вообще, можем сказать, молиться самому себе. Он себя поставил на первое место, свои какие-то усилия. Он, Господь, говорит, не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Может возникнуть вопрос, зачем тогда вообще молиться, если Господь и так все знает. Но тут очень важно разделять здесь вот как бы два понятия. Вещи, касаемые земной жизни, действительные, об этом святые отцы говорят, они не требуют с нас какого-то особого прошения у Бога. Господь, сотворив мир, сотворив человека, он все дает для жизни, он сам заботится обо всем, вот что касаемо жизни какой-то внешней, телесной. И в какой-то степени у Бога просить вещей внешних, это есть грех недоверия ему. То есть получается, как бы мы Богу подсказываем, что как бы, Господи, вот ты ведь забыл о том, что вот мне там надо дать то-то, то-то, то-то и то-то. Ну, наверное, как-то тебе запамятовал или, может быть, где-то заработался. Ну-ка, вот давай-ка вспомни обо мне. Вот мне вот нужно теперь сейчас вот на этом квартиру, машину и так далее. Отец Небесный и так знает. А с чем же тогда молиться? И вот отцы говорят, что молитва нужна для вещей духовных, потому что вот эти вот духовные вещи, они как раз-таки зависят от нашей свободы. Жизнь нашу внешнюю, телесную, Бог поддержит без наших просьб. Все для этого даст. А вот спасаться нам или нет, это в какой-то степени ставится в зависимости от нашей свободы. Хочешь с Богом быть или не хочешь человек? То есть Бог себя не навязывает. За внешнюю жизнь Он отвечает, а за внутреннюю нашу тут, извини, если хочешь, будет тебе, не хочешь, ну, оставайся, что ж. Ну и вот дальше пример этой молитвы, которую мы называем молитву Отче Наши. То есть как раз и говорится об этом. Говорится о том, что проси у Бога вещей духовных, вещей, касаемых спасения, вещей, касаемых Богообщения. Именно на это нужно направлять ум свой и таким образом использовать свою свободу. Да. Ведь смотрите, молитва, Отче Наш, то есть помни, что Бог, Он как Отец твой, Отец твой, заботящийся тебе, любящий тебя, не какой-то строгий хозяин, не какой-то вот господин, которого нужно трепетать, и вот что-то у него вымаливать. Нет, Отец. И проси же, главное, вот остальное второстепенно, Он сам позаботится. Просим, чтобы имя Его светилось в нашей жизни. Просим, то есть таким образом настроить нас, помочь нам быть такими, чтобы для нас все, что с Богом связано, всегда было священно. Действительно, это важно. Важный Бог готов здесь человеку содействовать, если он будет трудиться. Просим, чтобы Царство Божие пришло опять же в наше сердце, чтобы эта встреча с Богом состоялась, чего Он и сам желает, но без нашего на то соизволения не вторгается в нашу жизнь, нашу душу. Просим, чтобы воля Его исполнялась, нами исполнялась, то есть Его помощи в этом, в этой молитве показывает, что, Господи, я хочу этого, я желаю, я пока слаб, по крайней мере, ты мне помоги жить по твоей воле. Важно это, важно, и действительно, и Бог из нас это сделать не может. Прости долги нам наши, ну тут понятно, но опять же, видите, тоже, как мы прощаем должникам нашим. Здесь опять же мы показываем, что, Господи, желая с тобой быть, я готов всех простить, с вами перемириться, лишь бы с тобой быть, ты для меня самое главное, ты мое счастье, ты мое настроение, ты моя сила, ты моя радость. Все остальное второстепенно, ты самое главное. Вот что в этой молитве очень наше есть, вот чего мы должны искать и просить. Хлеб наш насущный дай нам на сегодня. Да, это не то, что мы ему подсказываем, нет. И, кстати, под хлебом насущным стоят еще часто святое причастие, понимают. То, что вот это действительно, опять же, самый главный дар. Ну а если здесь понимать какие-то вещи, необходимые для жизни внешней, ну, то есть видим, что здесь очень скромная просьба. Господи, тот мне дал сегодняшний день. Я верю, что ты меня поддержишь, укрепишь. Я не прошу лишнего, что дал мне жизнь, даешь и на жизнь. А что завтра будет, так все в твоей воле. Просим не вести нас в искушение. Это не значит, что Бог водит человека в искушение, дабы человек пал. Нет. Здесь мы просим, исповедуй немощь свою, что, Господи, я человек слабый, могу ошибиться, могу выбрать не то. Воля моя может направиться на что-то другое злое, потому что дьявол так вот лукаво нас обманывает. И я, будучи еще слепым умом своим, не могу здесь разобраться, что так, а что не так. Помоги здесь мне не падать. Избавь меня от лукаво, от насилия его надо мной. Потому что твое есть царство, сила и слава. Ты владыка всего. Я верю, ты исповедую. Вот пример молитвы. Вот какие должны быть молитвы именно об этом. Такие евангельские строки сегодня мы с вами успели прочесть, братья и сестры. Читали мы Евангелие от Матфея, главу 6, из 5 по 13 стих. Напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. И благословение Господне да пребудет со всеми нами.